МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость программы – белорусская звезда тайского бокса Виталий Гурков. На этой неделе не очень приятная новость, что я немножко повредил руку в процессе подготовки, а приятное, что услышал конечный результат своего творчества, потому что участвовал в записи музыкальной композиции группы «Хендмейд», в которой он попробовал себя в качестве исполнителя. Транспортному налогу быть президент Беларуси подписал закон о республиканском бюджете. Оупен-эйр года. 300 тысяч белорусов встретили 2014-й под открытым небом. Погоня за «Жигули» лихача на авто советского автопрома тормозили стрельбой. Это «Неделя в Беларуси» на телеканале ТРО. Я Юрий Грояров. Здравствуйте. И сейчас мы узнаем, чем жили белорусы уходящие 7 дней. Президенту Беларуси подарили птицу счастья. Так называется картина, которую специально для главы государства нарисовала маленькая пациентка детского центра медреабилитации «Пролеска». Александр Лукашенко в ответ на трогательный подарок распорядился вручить детям сладости и домашний кинотеатр, чтобы все 70 ребят, которые сейчас проходят лечение, смогли смотреть любимые мультфильмы вместе. «Ну, бери, Тон, свой подарок». «Спасибо». 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 «Поздравляю вас. А вы это куда сами?» «Из Минска». «Из Минска». «А, ничего, ну так вы почти дома, да?» «Да». «Из Минска». «Из Минска». «Из Минска». «У нас многоукладная экономика, вы должны уверенно себя чувствовать, значит, вы должны показывать результаты своей деятельности, и не только в оказании сферы услуг или торговли, хотя это тоже правильное и нужное направление, но особенно то, что касается развития предпринимательства в сфере производства». Глава государства утвердил определяющие документы для развития страны на 2014 год. Так, рост ВВП запланирован на 3,3%. Среднегодовая ставка рефинансирования составит 14-16% годовых. Кроме того, предусмотрен ввод в эксплуатацию 2,5 миллионов квадратных метров жилья с господдержкой. Ночь с 31 на 1 у белорусов традиционно началась с поздравления президента Александра Лукашенко. В своей речи глава государства отметил успех в решении демографической проблемы впервые после 1990 года обеспечен прирост населения страны. Также лидер подчеркнул значимость суперинновационного проекта белорусской АЭС. Напомню, начало строительства было положено также в 2013-м. Александр Лукашенко отметил и работу конструкторов БелАЗа. Они собрали самый большой в мире 450-тонный самосвал. У каждого, кем бы мы ни были, детьми или взрослыми, богатыми или не очень, молодыми или пожилыми, есть одно бесценное достояние. Это наша страна, Беларусь. Теплый, обжитой и уютный дом, который мы должны передать новым поколениям, безопасным и обязательно благополучным. 300 тысяч белорусов встретили Новый год под открытым небом. Центром торжеств была Октябрьская площадь в Минске, где собралось около 2000 человек. Кульминацией праздника стал салют продолжительностью в четверть часа. Не так давно в России завершилась так называемая Олимпиада по бойцовским единоборствам. Честь Беларуси отставила команда вместе с десятикратным чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Гурков, 28 лет. Родился в Минске. Заслуженный мастер спорта. Всю жизнь тренируется у знаменитого белорусского специалиста Дмитрия Песецкого. Первый бой по тайскому боксу провел в 2001-м. В 2010-м стал финалистом Гран-при К1. В арсенале 10 титулов чемпионов мира. Из 97 боев одержал победу в 85-ти. Не женат. Выступление в России в последнее время наши тайбоксеры вспоминают с какой-то неохотой и говорят о том, что к ним судьи там относятся предвзяты. Вы согласны с этим мнением? Почему? Мы охотно выступаем в России. Просто проблема судейства, она есть и всегда будет в различных видах спорта. Тем более в том виде спорта, где присутствует такой судейский субъективизм. Просто бывает разная причина некорректного судейства. А какой субъективизм? Вот опять же, если вы побеждаете нокаутом, то как тут субъективно, не субъективно? Ну да, если человек лежит, а я встаю, то никто мне не докажет, что я проиграл. Да, есть такое. Но опять же, когда два спортсмена классом приблизительно одинаковые, и, как говорится, бой идет такой вот кость в кость, достаточно, ну и никто никого не нокаутирует. Ну как определить победу? Ну как, есть же система подсчета баллов, попал, не попал. Да, вот есть система подсчета баллов. Но тут много разных моментов. Во-первых, бывают судьи неподготовленные в том плане, что вот я выхожу на ринг, я заслуженный мастер спорта и, в принципе, профессионал своего дела, многократный чемпион мира, да. И мою работу в ринге оценивает человек, который о этой работе не имеет ни малейшего представления. Он прошел какие-то там отборы, семинары и отсудил какие-то соревнования, но он не знает, как побеждать, как тренироваться, как работать над собой. Он не видит картинку боя вообще психологически. Вот эта проблема, это проблема местная или это такая вообще мировая? Это всеобщее, общемировая проблема, скажем так. Само название этого вида спорта, тайский бокс, ну сразу такой придает налет экзотичности определенной. На ваш взгляд, почему, в общем-то, в срединной европейской стране, маленькой Беларуси, этот вид спорта получил такое развитие? Ну, почему именно в нашей стране? Потому что, мне кажется, есть какая-то предрасположенность, скажем так, к единоборствам в целом. И есть какой-то характер у людей. И, например, в Европе заставить человека тренироваться и заниматься довольно опасным делом достаточно сложно. То есть, это должно быть чем-то подкреплено. В финансовом плане, там, каком-то. Ну, зачем, зачем, как бы, тратить свое здоровье, если, там, я эти деньги заработаю, ну, просто где-то в другом месте, не тратя свое здоровье. И чаще всего в Европе занимаются, скажем так, больше эмигранты. Люди, которым нужно самоутверждаться, что-то доказывать. Возьмем Голландию, это, к примеру, там, суринамцы, марокканцы и так далее, и тому подобное. И, в принципе, так везде в Европе. Вот, у нас же просто характер людей и, не знаю, образ жизни, что ли, жизненные сложности, трудности какие-то. И еще то время, когда все росли во дворах, да, всем двором. То есть все это оттуда пошло как-то, да? Ну, мне кажется, это частично от культурного воспитания. Хорошо, я по-другому спрошу. Тайский бокс – не дзюдо, не просто бокс, хотя, ну, бокс, естественно, как-то развивается у нас. И есть боксеры, и хорошие боксеры. А именно тайский бокс. Поскольку я люблю ко всему относиться скептически, ну, тайландский бокс – это достаточно все-таки молодой вид спорта. Есть, была какая-то база бокса, была, ну, база каких-то единоборств, которая была успешна, на которую успешно были наложены знания, которые были получены, там, от пребывания, там, на сборах в Таиланде, к примеру. Я сижу и беседую с десятикратным чемпионом мира. Сколько раз вы были чемпионом Европы? Ну, чуть поменьше. Чуть поменьше. Нет в Беларуси боксерок, классического боксера, который имел бы столько титулов. Я вот почему это спрашиваю. Почему в тайском боксе получается? А почему просто в боксе? Есть хорошие боксеры, вопросов нет. Или в тайском боксе проще добыть титул? Количество, ну, вот сейчас мы не будем говорить о профессиональных, к примеру, да, поединках, потому что добыть титул по профессионалам и добыть титул по любителям – это абсолютно две абсолютно разные вещи. Ну, и в профессионалах тоже. В боксерах у нас раз-два. Если в профессионалах это все как бы менеджмент, промоушен и, скажем так, ничего личного, просто бизнес, да. Ты подготовленный, есть человек, который тебе просто даст контакт, ну, грубо говоря, тебя поставит в один турнир, во второй, в третий, в четвертый. Ты можешь насобирать этих титулов как фантиков. Самых разных. На самом деле, вот сейчас вот наступают такие времена, когда тайландский бокс развивается гораздо стремительнее, чем бокс. Просто… Может, и олимпийским видом спорта станет. Это вполне возможно. Вас узнают на улицах Минска? Бывает. А бывает, что эта публичность вам как-то мешает? Если серьезно к этому относиться, то, конечно, напрягает. А если иногда просто относиться к этому с улыбкой, как бы не заморачиваться на то, что, когда, в какое время ты что-то сказал, кто об этом что подумает, ну, тогда как-то это все легче становится. А где чаще узнают? В Минске или в других городах? Ну, если касаемо Беларуси, то, конечно же, в Минске. Я жил в Минске, это мой город, и поэтому узнают чаще всего в Минске. Вскоре мы вернемся к разговору, а пока о других событиях недели. Закон о республиканском бюджете на 2014-й Александр Лукашенко подписал в последний день года. Статьи этого документа белорусы обсуждают до сих пор. Самой животрепещущей оказалась тема транспортного налога, который, к слову, есть в России. По новому закону, всем автовладельцам перед прохождением техосмотра необходимо будет уплатить пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Для физлиц, чьи легковушки весят не более полутора тонн, сумма сбора составит три базовой величины. Для тех, чьи авто превышают три тонны, десять базовых. Грузовики, прицепы, автобусы и мотоциклы также облагаются налогом. Напомню, базовая величина в Беларуси – это чуть более 13 долларов в эквиваленте. Кроме того, с 1 января, как и обещали ранее в Минэнергетике, подняты тарифы на газ, тепловую и электроэнергию. В Минске стартовал 10-й международный рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз президента Беларуси. В столицу прилетели спортсмены из России, Украины, Канады, Словакии, Австрии и не только. Всего 12 команд. В проведении соревнований задействованы 4 рядовые площадки, в том числе и недавно построенная Чижовка-арена. Смельчак на «Жигули» устроил гонки с ГАИ. Патрульным пришлось открыть стрельбу по голубому вазу, когда его водитель, чтобы скрыться, увеличил скорость. Нарушителем оказался 28-летний житель Гомельской области – пьяный и без прав. В отношении задержанного составлено сразу несколько административных протоколов. На неделе наши корреспонденты снова поинтересовались, что же волнует жителей союзного государства. Наша постоянная рубрика «Сто вопросов о союзе». Знаю, что в Беларуси есть платные дороги. Подскажите, кто должен платить при проезде по ним и как это контролируется? Проезжая определенные участки на белорусских автомагистралях, негражданам Беларуси необходимо внести оплату. Для этого нужно обязательно иметь специальное устройство, которое можно получить на границе при въезде в страну. Тарифы зависят от массы автомобиля. Штрафы для легковых авто – от 50 до 100 евро, для грузовиков – от 130 до 260 евро. Проглосуточный контроль осуществляет транспортная инспекция. А теперь наша постоянная рубрика «Неделя в истории». Узнаем о знаковых событиях разных лет. 30 декабря 1918 года, 95 лет назад, на базе Минского учительского института был основан Минский Белорусский педагогический институт. Единственное в стране высшее учебное заведение, которое готовило учителей средних школ. Обучалось 150 студентов. Срок обучения был 4 года. 30 декабря 1978 года, 35 лет назад, введена в действие первая очередь Жлобинского завода искусственного меха. И сегодня предприятие позиционирует себя как ведущий европейский производитель трикотажного меха. 1 января 1919 года, день провозглашения БССР. 95 лет назад началась новая эра в нашей истории. Территория республики охватывала почти все земли, где проживали в то время белорусы, от Белостока до Смоленска. 1 января 1929 года, в 10-ю годовщину образования Белорусской ССР, состоялось торжественное открытие Академии наук в Минске. Штат сотрудников на то время составлял всего 128 человек. Однако, с самого начала Академия наук стала ведущим научным центром, влияющим на экономическое, технологическое, социальное и культурное развитие Белоруссии. 3 января 1919 года обл. сполком Западной области и фронта самораспустился, передав власть временному правительству СССР Белоруссии. 5 января 1919 года правительство СССР Б переехало из Смоленска в Минск. Белорусы вас знают как не только талантливого спортсмена, но и большого любителя национальной культуры. Вы один из первых спортсменов заговорили в прямом эфире на белорусском языке. Это родительское воспитание или вы сами к этому пришли? Это больше такое самоосознание и друзья, окружение, скажем так. Ваши друзья говорят по-белорусски в обиходе? Да, в повседневной жизни. Вы добро разговариваете на белорусской мове? Да, ну я не маюсь складанностью, скажем так, с мовой. Вы, к сожалению, уникальный спортсмен в Белоруссии. Почему говорю к сожалению? Потому что не каждый, кому предлагают выгодные контракты за рубежом, отказываются, как вы, чтобы выступать за свою страну, за Белоруссию? Ну, скажем, были некоторые возможности, от которых пришлось отказаться. Во-первых, дом есть дом. Ты нигде не нужен так сильно, как ты нужен дома. Потому что спортсмен – самая социально незащищенная профессия вообще во всем мире. И сегодня, ну, не дай бог, если что-то случится, какая-то травма, то всегда всякий спортсмен, он просто выброшен, скажем так, отодвинут. Где бы ты ни был, не знаю, там, в Европе, в Америке, там еще где-то, у нас тем более. Но у нас хоть ты на своем месте. Есть медицинское обслуживание, есть отношения, есть врачи, там, специалисты, которые, ну, тебе относятся просто уже за это время, как, не знаю. К родному. Как к родному, да. Вот это вот тепло и доброту, вот это вот человеческое, просто нельзя променять на что-то там другое. Я вам так скажу. Вот тайский бокс – это дорогой вид спорта, но в нем можно хорошо зарабатывать? Могу честно ответить. Если можете, ответьте. Вот сколько вы зарабатываете? Я вам могу сказать, что, ну, на каждого спортсмена есть индивидуальный план, да, который он выполняет, либо не выполняет. Бывает. Да, по итогам соревнований. И вот зарплата, она клебается от двух миллионов до девяти, ну, девяти миллионов. Где-то вот так вот, плавать туда-сюда, туда-сюда. Но это просто, это только зарплата, как член национальной сборной, которую вы получаете, ну, это такая государственная поддержка. Это максимум то, что можно иметь, да, государственная поддержка. Да, а, ну, есть же какие-то еще, наверное, способы заработка в тайском. Ну, ты можешь, не знаю, тренировать, вести какие-то группы там. А участие в каких-то коммерческих турнирах есть или нет? А коммерческие турниры, все зависит от турнира, от рейтинга, от того, где происходит, кто устраивает. Вот вы наверняка тоже смотрели не так давно, два великих боксера, Поветкин и Кличко. И каждый из них после этого боя, вне зависимости от того, кто победил, а кто проиграл, получил, я не помню точные суммы, но по нескольку миллионов долларов. Если Виталий Груков побеждает на чемпионате мира или вот победил бы на этом питерском соревновании, сколько бы заработал Виталий Груков? Если бы победил, наверное, где-то миллионов сорок пять. Белорусских рублей. Белорусских рублей. Да. Но это не один бой, это три как минимум. Я понимаю. Да, да, да. Это получается четыре тысячи, да, или сколько? Ну, примерно четыре тысячи долларов. Около. Напоминаю, гостем нашей программы был Виталий Гурков, многократный чемпион мира Европы по тайскому боксу. Виталий, спасибо большое. Ну, а мы с вами прощаемся, чтобы увидеться ровно через семь дней в следующее воскресенье недели в Беларуси на телеканале ТРО. До встречи. Загадывая желания и строя планы, мы должны понимать, если в прошлом году мы не добились чего-то, значит, сами не слишком старались и напрягались. Александр Лукашенко, президент Беларуси в новогоднем поздравлении. У нас есть полная уверенность в том, что валютная стабильность в стране будет обеспечена. Будут расти золотовалютные резервы и, как следствие, стабильность национальной валюты. Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси на церемонии награждения «Лучший предприниматель год».